В фокусе рынков макроэкономические данные США. Новые цифры из сферы промышленности показывают, насколько американская экономика пострадала от пандемии коронавируса. Трейдеры изначально были настроены на пессимистичные данные. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы опускаются в пятницу. Негативные настроения инвесторов на старте американских торгов были обусловлены ожиданием слабых макроэкономических данных из Соединенных Штатов. Так, промышленный индекс Dow Jones терял более 1%, но затем сократил потери, сосредоточившись на отметке 23 321 пункт. Аналогичную динамику показывал и индекс широкого рынка S&P 500, достигая отметки 2815,62 пункта. Судя по движению фондовых индикаторов, инвесторы не желают брать в расчет приближающийся новый виток торговых разногласий между США и Китаем. Потрясения на финансовых рынках вместе с неопределенностью во всем мире стали причиной мощного спроса на американский доллар. Трейдеры выбрали валюты США в качестве убежища. Дональд Трамп, который всегда критиковал политику дорогого доллара, вдруг стал его сторонником. Накануне он совершенно неожиданно заявил, что именно сейчас иметь сильный доллар – это прекрасно. Что он хотел этим сказать непонятно. Возможно, это была свойственная политикам тактика. Если не можешь сломать тренд, то возглавь его. Как бы то ни было, но получив союзники Трампа, доллар вполне может продолжить восходящую динамику. Сейчас американская валюта занимает весьма привлекательные позиции в графиках на финансовых рынках. По отношению к корзине из шести основных конкурентов доллар торгуется выше отметки в 100 пунктов с незначительным уклоном вниз. Что касается прогнозов по индексу доллара, то остается тот же диапазон между 99,00 и 101,00. Возможно, постепенное укрепление к верхней границе. Тем временем США сегодня опубликовали серию разочаровывающих данных. Промышленное производство в апреле рухнуло на рекордные 11,2%. Несмотря на то, что падение оказалось чуть ниже прогноза, общую картину это не меняет. Снижение показателя стало максимальным за всю столетнюю историю ведения статистики. Аналогичная катастрофа по показателям по изменению объема розничных продаж. Здесь тоже зафиксирован антирекорд. Продажи просели на 16,4% вместо ожидаемых 12%. Палата представителей США сегодня планирует принять законопроект о борьбе с коронавирусом еще с помощью на 3 триллиона долларов США. Пара USDCAD торгуется сегодня в рамках 40-й фигуры. Канадцу не удалось воспользоваться ростом нефтяных цен в полной мере. В пятницу он торгуется в минусе. Ближайшие фьючерсы на WTI продолжили укрепление во время американской сессии. Баррель техасской сырой нефти оценивался в 28,67 долларов. Рынок энергоносителей завершает ростом третью неделю подряд. Прошлый уикенд оказался для крипторынка неудачным. Биткоин обвалился, несмотря на то, что до халвинга оставались считанные часы. К концу этой недели первая криптовалюта смогла таки вернуть утраченные позиции. В четверг она вновь достигла отметки 9800 долларов. Но закрепиться над ней не удалось. Вместе с ценой вырос и торговый объем, что говорит в пользу дальнейшего роста курса. Покупателям пока не удается взять отметку в 10 тысяч долларов. Для биткоина же главным тестом сейчас является именно это круглое значение – 10 тысяч долларов. Только уверенное преодоление психологического и технического уровня может вселить надежду в рынок криптовалют. Сегодня курс биткоина продолжил рост. Первая криптовалюта торговалась в районе отметки 9600 долларов за монету. Сейчас, судя по всему, происходит перемещение средств вблизи круглых уровней. Одни верят в дальнейший рост, а другие фиксируют прибыль. Пока силы сбалансированы. За последние сутки индекс жадности и страха поднялся на 4 пункта, оставаясь ближе к области страх. В целом биткоин завершает неделю в неплохой форме. На этом у нас сегодня все. Мы желаем вам хороших выходных и ждем вас на нашем канале с новыми видео в понедельник. До встречи!